Мы по-прежнему с вами в галле Rebel Hotel Latvia на турнире по боям без правил и К1. И сейчас мы будем смотреть пятый поединок, в котором встречается представитель Латвии из рижского клуба RigaSrings, его тренер Роман Даболиндж, это Марек Ковалев. Марек является чемпионом Латвии по карате, карате Киукушин, очень жесткая дисциплина, предшественник К1. А его соперник в синем углу, представитель города Лепая, спортклуб К-спорт, его тренер Геннадий Чикамазов, Роман Скиба. Хотелось бы отметить, что у Романа это так же, как и у Марека, не первые поединки, они не являются дебютантами на К1 ринге. У них уже у обоих порядка 5-7 боев и большинство одержанных побед. Ну, я думаю, здесь будет, скорее всего, работа техники рук против техники ног, так как Марек является представителем карате. Роман, который сейчас в красных трусах, он представитель кикбоксинга, но большее предпочтение отдает технике боксинга. Вот здесь мы смотрим, боец в белых шортах, Марек Ковалевский прессингует постоянно. Мы видим, что руки у него опущены, реакция у него хорошая, он очень быстрый. Вот мы видим удар X-kick или каката-гири, как карате называется, в область головы. Сверху по русским терминам это называется удар топором. Вот еще раз мы его видели. Но он, к сожалению, не достигает цели. Активность здесь, конечно, за Мареком Ковалевским. Но меня пугает то, что он не держит руки высоко. Вот сейчас мы видели подсечку. Подсечку из кикбоксинга. Тут же Марек вернул обратно подсечку. Уже из стиля каратэ. Обратите внимание, как оживился зал. Это уже пятый бой турнира. Тем более, что Марек является любимцем публика. Действительно, у него здесь много поклонников. Многие надеются на его победу. Марек показывает очень красивую технику работы ног. Великолепная растяжка. Но пропускает от Романа, в свою очередь, удары с рук в область головы. Так как мало уделяет защите. Очень жестко сейчас Роман встретил джебом Марека. Но Марек устоял на ногах. Вообще представители каратэ отличаются умением держать удары. Так как кикбоксин каратэ очень жесткий вид. И с другой стороны, это мешает немножко Мареку. Так как в каратэ запрещены удары руками в голову. И судя по стойке Мареку, он еще не освоился стиле К1. Сейчас он посещает занятия в клубе Рига Срингс у Романа Даболинша. И я думаю, что в скором будущем у Марека будет боксерский руч. Он сейчас великолепный удар был коленом в область печени. Но Сергей Кирпяков, рефери, дает замечание. Так как было два технических действия во время захвата. Вот сейчас опять удар прямой фронт-кик. Или Майя Герри прямой ногой в область головы. Но, к сожалению, этот удар, как называется, провалился и не достиг цели. Закончился первый раунд. И как мы ожидали, как сказал уже Сергей, бой проходил руки против ног. И пока что, я думаю, больше преуспел Марек Ковалевский, боец белых сортов. Мы сейчас смотрим очень интересные повторы. Здесь действительно получается техника рук против техники ног. Бой очень интересный. Мы видели, как публика оживилась. Сейчас готовят бойцов секунданта ко второму раунду. Надеемся, что второй раунд будет такой же зрелищный. Обратите внимание, как стоит Роман, боец в красных шортах, представитель Лепы. Очень высоко держит руки, что называется, по-боксерски. Защищает челюсть, область печени. В отличие от Марека, который опустил руки. Но он держит Романа на дистанции ног. Возможно, так ему легче вести поединок. Во-первых, привычка, очень долгие занятия карате. Вот сейчас был опять спиннинг-бэк-кик. Опять нарушение со стороны Марека. Так как разрешено только одно техническое действие в захвате. Марек еще пытается спорить с рефери. Но с рефери спорить бесполезно. Еще одна попытка провести спиннинг-бэк-кик. Удар с разворота в область печени. Представители карата это очень хорошо получаются. Сейчас Марек пытается поддавливать своего соперника. Теснит канатом. И сыпет град ударов. Я думаю, что Роман не ожидал такого натиска со стороны Марека. Все-таки Роман очень опытный боец. Но уже в течение второго раунда Марек все давит и давит. Да, Марек Ковалевский действительно показал бойцовский дух. И Роману действительно нелегко в этом поединке. Выигрывать надо, Рома! Первый давай! Так как его удары руками не достигают цели. Вот сейчас достигли два удара. Слева и справа два боковых. Пришлись в область челюсти. Марека. Но Марек опять-таки устоял. И еще один удар справа. Но опять Марек на ногах. Я думаю, что Роман сам выбрал такую тактику. Мы не раз видели его, что он и дает инициативу. И потом пытается маклукирующим ударом решить свой поединок. Да, это действительно так. У Романа есть такая тактика. Он часто ею пользуется. Проигрывает бой по очкам. Но потом все решает один удар. Или вот как здесь. Роман также выступает по ММА. По боям без правил. Здесь сейчас перешел технический бросок. Борьба в партере. Но, к сожалению, она запрещена по правилам К1. Вот мы видим секундантов. Геннадий Чикамазов, тренер Романа Скибы. Он ему активно подсказывает. Закончился второй раунд. Преимущество вновь у Марека Ковалевски. Но, как мы уже говорили, эту тактику избрал сам Роман. Он изначально отдал центр ринга. И пытается уловить Марека на один точечный удар. Да, к сожалению, или, может быть, к счастью, к счастью Марека, к сожалению, зрителей, это у Романа не получается. Всю ставку сделал на один удар, но пока ничего не уходит. Но впереди третий раунд. И, возможно, удары достигнутся. Возможно, Роман недооценил физическую подготовку Марека. Так как после второго раунда Марек выходит на третий. Я думаю, что даже более свежий. Более свежий, чем на первый раунд. Вот здесь Роман попытался провести захват и бросок. Но, как я уже говорил, по правилам К1 это запрещено. Роман немножко подустал. Видим, уже руки опускаются. Вот сейчас Марек ударил после команды стоп. Рефери сказал стоп. Тем не менее, рефери открывает счет. Я думаю, что здесь не столько нокдаун, сколько уже усталость дала знать о себе. Насколько я помню, все выступления Романа Скиба не так-то просто его нокаутировать или даже послать в нокдаун. Сейчас мы видим обмен ударами. Опять Марек делает нарушение. На захват разрешено только одно техническое действие. Марек опять делает два технических действия. Два удара коленом. Вот сейчас он показывает манеру поведения тайского бокса. Руки высоко подняты. Я думаю, что на боковых судей это также влияет, так как они учитывают активность бойцов. Вот сейчас падение Марек. Бойца в белых сортов было на месту ринга. Но это не приносит очков Роман. Сейчас Роман встретил прямой удар в корпус ногой. Мы видим, что действительно боец в красных шортах немножко подушкал. На что боец в белых шортах отвечает гиперактивности. Только что промелькнул на экранах известный латвийский боец Виктор Борякин. Вот мы видим также Сергей Гулаков. Также очень активные участники боев в БФСА Балтия. И вообще в зале очень много известных в мире спорта людей. Вот сейчас мы видели опять на экране Сергея Маслова, также представителя Лепы. Сейчас пропускает Роман удар. И заметьте, как ни странно, именно боксерский. Ну и, как мы видим, бойцы расходятся по углам. И Марек уже торжествует, поднимает руку вверх. Это означает, что он чувствует себя победителем. Но сейчас посмотрим, что же решат боковые судьи. Мы смотрим интереснейшие повторы. Безусловно, в этом бою встретились два очень талантливых бойца. Обратите внимание, Марек был готов и к четвертому раунду. И победу присуждают Мареку Ковалецку. Очень красивый бой, очень завел публику. Характерный жест каратистов. Да, действительно заслуженная победа. И сейчас он благодарит своих болельщиков. И, судя по реакции зала, они ему тоже благодарны за красивый проведенный бой. И, судя по реакции, Монтерг агентурой ТЭДІ, спайдернет.лв и на клубом Готвилл, который закатал пейдж и посадку с амтер-партис. И так, шестой поединок, он будет проводиться по правилам ММА. Абревиатура ММА расшифровывается как Mixed Martial Arts, смешанные боевые искусства. Это, как раньше называли, бои без правил. Но правила, конечно же, там есть. Запрещены удары в пах, удары в суставы, в глаза, в область затылка, в позвоночный столб, ну и, конечно же, в горло. Это везде уже во всем мире общепринятые правила. Но кроме того, что мы видели в предыдущей поединке по правилам К1, добавлена здесь бросковая техника и борьба в партере. Это значит удары в партере. В партере это лёжа, когда соперники находятся на настиле ринга. Они могут друг друга бить руками, ногами, коленями и делать болевые приёмы на руки, на ноги, а также удушающие приёмы. А сейчас в ринг поднимается в трассный угол представитель Литвы, ВФСА Литва Сергей Дрот. Он представляет стиль борьбы. А его соперник в синем углу Юрис Брицис, представитель спортклуба Саньда, Латвия. Его тренер Сергей Домнин. У Юрия первый бой вообще на ринге. Да я бы сказал, что не только на ринге, а вообще это его первые соревнования. Он начал активно очень с атаки сразу, после пожатия рук. Решил закончить, я думаю, досрочно. Мы видим, что литовский спортсмен пытается пройти в ноги борцовским приёмом, но Юрий Брицис, боец в камуфляжных шортах, не даёт этого сделать. Сейчас мы видим, что литовский боец на настиле ринга пытается атаковать лёжа, пытается атаковать вот это тоже особенность этого вида, что можно, находясь на настиле ринга, пытаться провести удары ногами. Рефери поднял бойца. И Юрий продолжает атаковать, обрушив град ударов руками. Мы видим сейчас, что публика в неистовстве и бурно реагирует на сам поединок. Они, конечно же, болеют за Юрия, здесь действительно очень много поклонников Юрия Брициса, бойца в камуфляжных шортах, хотя это его дебют. Судя по тактике Юрия, он хочет нокаутировать соперника в первом же раунде. Но мы также видим, как руки опустились и уже слишком такое заборное дыхание. Очень тяжело дышать Юрию, так как такая атака без перерыва ведёт к потере топлива, как говорят спортсмены. А Сергей пока что ничем не отличился, так как вынужден постоянно защищаться. Я думаю, что Сергей Дробь, представитель Литвы, который сейчас в красно-чёрных шортах, не ожидал такого напора. Для него это тоже дебютные бои. Он в своё время выступал в любителях по борьбе, но пока из борцовского арсенала ему ничего не удаётся принимать. Юрий продолжает атаковать, но уже не теми силами. Да, он действительно очень много израсходовал сил в этом поединке, так как в отличие от К1 здесь, как я уже сказал, происходит борьба в партере и в стойке, а она очень забирает много сил. Закончился первый раунд. Явное преимущество Юрия Бритцеса. Но, судя по всему, второй раунд он начнёт уже не так активно. Да, здесь, несомненно, преимущество со стороны Юрия. Обратите внимание, что Юрий абсолютно не пользуется борцовскими приёмами, так как пытается нокаутировать соперника. Да, мы видим пока, что литовскому спортсмену не удалось ничего показать из своего арсенала. Этот раунд полностью за представителем Латвии Юрия Бритцеса. Секунданты сейчас приводят бойцов в чувство, и начинается второй раунд. Но мы видим по дыханию, что литовский боец выглядит более свежим. Юрий, латвийский боец, очень тяжело дышит. Видимо, не восстановился после первого раунда. Но это понятно, потому что это его дебютный поединок не только на профессиональном ринге, но и на любителях. И вот прошёл проход в ноги. И бойцы оказываются в положении партер. Сверху продолжает атаковать Юрий. Наносит удары в голову. И удары, как мы видим, достигают цели. И поверьте, уважаемые зрители, что эти удары очень мощные. И когда соперник лежит на стиле ринга, ему приходится сталкиваться не столько с ударом соперника, сколько с ударом своей же головы у на стил ринга. Сейчас мы смотрим, как литовский боец пробует провести борцовский приём под названием треугольник. Это удушающий приём. На который сейчас латвийский боец попался. Но техника исполнения не совсем верна, поэтому я думаю, что удушающего приёма здесь не будет. Очень правильную тактику избрал литовский боец. Держа своего оппонента в треугольнике, он продолжает наносить удары. И в этой позиции при проведении треугольника освобождаются руки партнёра, за счёт чего он может наносить град ударов в область головы. Но тут Юрий вылез из треугольника. Мы видим, что силы уже у него не осталось. Действительно, когда Сергей держал его долго в треугольнике, кислород поступал очень медленно. Проводится удушающий приём. И мы видим сейчас таким характерным, что ли, жестом, поступиванием руки по партнёру. Юрий показывает, что он сдаёт. Сейчас мы также наблюдаем повторы, лучшие моменты. Очень активно начал Юрий. Но, как это часто бывает, не хватило ему сил, не хватило ему опыта в первую очередь. Да, а Сергею Дробь, литовскому бойцу, как раз-таки хватило и опыта, и физической подготовки закончить бой в свою пользу. Сейчас мы видим у Юрия на затылке рассечение. Я думаю, сейчас секунданты покажут его врачу, так как там из этого рассечения идёт обильное кровотечение. Он даже не может сейчас выйти на объявление победителя. А победителем в этом бою становится... Сергей Дробь, Литва. Да, боец действительно достоин поклоны. Показал бойцовские качества, характер, волю к победе. За что я был вознаграждён. Здесь мы видим, как секунданты сводят с ринга Юрия. Ему действительно необходима помощь доктора. Так, следующий бой вечера. Поединок номер 7. Это поединок по правилам К1. Тяжёлой весовой категории до 95 килограммов. И мы сейчас видим, в красный угол выходит представитель Литвы Тадас Мицейко. А его соперник в синем углу, представитель спортклуба Саньда, город Рига, Даниэл Федоровский. Тоже дебютант боёв по правилам К1. И вообще, это его первый бой. Да, у него так же, как и у Юрия, нет опыта спортивных состязаний. Сейчас мы будем наблюдать поединок. Здесь действительно разница в весе колоссальная. Примерно порядка 10 килограммов. Латвийский боец легче. Примерно на 10 килограммов. Посмотрим, поможет ли это литовскому бойцу. Литовского бойца уже в Риге многие знают, потому что он не первый раз выступает именно в боях, проведённых в ВФСА и Балтия. Также он выступает в Литве по тайскому боксу. Молодой перспективный боец. Сейчас мы видим, как он наносит град ударов у латвийского бойца. Очень большая разница в росте у соперников. Как я уже говорил, и в росте, и в весе. Порядка 10 килограммов. Вы видите, что боец в чёрных шортах, он наступает в росте, в весе и в опыте своему сопернику, поэтому ведёт поединок очень осторожно. Старается двигаться, не подходить к сопернику, хотя лучшей бы тактикой было наоборот, ведение ближнего боя, так как он даёт дистанцию дальнего боя, дистанцию ног для высокорослого литовца. Вот сейчас мы видим, был проведён лоу-кик в область бедра, но не увенчался успехом, был промах. Вот сейчас чёткое попадание было со стороны латвийского спортсмена. Ещё одно попадание, но... Литовский спортсмен поставил вовремя блок, так называемую подставку. Ещё два подряд лоу-кика, но что литовский спортсмен отвечает к серии ударов рук и ударом колена. Он продолжает натиск. Мы видим, что рефери останавливает поединок и начинает вести отсчёт. Очень уверенно себя чувствует литовский боец. Здесь, я бы сказал, нокдаун не столько был от точных попаданий, сколько спортсмен немножко, что называется, осторожничал, закрывался и не лез на рожон. Сейчас очень был великолепный кросс, но, к сожалению, он не достиг цели. И сейчас ещё один лоу-кик. Мы видим, как литовский боец прихрамывает и опускается на настил ринга. Это несомненный нокдаун. Рефери останавливает поединок и ведёт отсчёт. И мы видим, что это нокаут, так как литовский спортсмен не восстановился на хитр 10. Победу в этом бою одерживает боец в синем углу, представитель Латвии Даниэл Федоровский. И сейчас Даниэль благодарит своих болельщиков. Он действительно рад. Это его первый поединок, который он закончил нокаутом. Очень удачный дебют. Мы поздравляем его с этим дебютом. А тем временем ведущие программы объявляют о последнем бое. Последний поединок турнира будет проходить по правилам К1. Три раунда по три минуты плюс два экстра раунда в случае ничей после трёх раундов. Весовая категория до 95 килограммов. И сейчас мы видим в красном углу представителя Литвы Павло Нечипаренко. И его соперником сегодня будет представитель Латвии, город Лепае, спортивный клуб Каспорт. Его тренер Геннадий Чикамазов. Чемпион Латвии по муай-тай Хрис Табзилла. Очень популярный в Латвии спортсмен. Неоднократно мы его видели на турнирах организации в ФЦ Абалтии. Опыты соперников примерно равны. Сейчас они готовятся к первому раунду. Что хочу сказать. Павло мы знаем по характерным шортам. Белые, бело-чёрные шорты. Написано «Масти Фарта». Он не раз уже приезжает к нам в Ригу. И довольно-таки неплохо здесь проводит свои поединки. Крис Табзилла не так давно начал выступать в профессионалах. Уже примерно у него 7 поединков. Он также выступает в любителях по муай-тай. Он чемпион Латвии, чемпион Литвы. Недавно выступал на чемпионате Европы. И сейчас мы видим, что Павло, литовский боец Павло Нечипаренко старается больше прессинговать и больше работать ударами боксёрской техники. На что латвийский спортсмен отвечает техникой муай-тай, то есть преимущественно работой ногами. Мы видим сейчас прямой удар в фронт-хип в область корпуса. Очень тяжёлые удары у тяжеловесов. Обратите внимание, что бойцы весят оба под 100 килограмм. Порядка 96-98 килограммов. Да, весовая категория, как я сказал ранее, до 95 килограммов, но разрешён допуск 2-3 килограмма. И при таком весе даже удар с небольшим замахом может обычному человеку нанести очень большую травму. Да, мы видим у обоих бойцов очень сильные удары. Они оба опытные. Не зря этот бой оставлен на финал вечера. Пытается прессинговать Павло. И Чапаренко, литовский боец. Больше старается пользоваться всё же боксёрской техникой. На что латвийский боец отвечает ударами коленом в область корпуса и лоу-киками. Низкими ударами в область бедра и голени. Тоже очень коварные удары. Они, как мы видели во втором бое, в предыдущих боях, заставляют соперника сдаться. Действительно, жутчайшая боль. Удар в прыжке коленом. Вообще, Кристоф отличается очень красивой манерой ведения боя. Высокий удар и колен. И вот, как вы видите, один удар достиг цели. его часто сравнивают с Рэми Боньяске, потому что, видимо, действительно, Рэми Боньяске является это трехкратный чемпион по К1. Он является кумиром Кристофа. И Кристоф перенял у него всю технику ведения боя. Сейчас мы видели опаснейший хайкик в исполнении Кристофа. Но у Павла были руки на месте. Сейчас опять смотрим повторы. Интереснейшие моменты. Вот очень коварный удар был с разворота в область бедра. Трудно сказать по первому раунду, кому отдадут предпочтение боковые судьи. так как бойцы отработали очень ровно этот раунд. Но все же хотелось бы выделить активность литовского бойца, несмотря на то, что он получил нокдаун в конце раунда. Сейчас мы ждем второй раунд. Тем временем девушки показывают зрителям цифру 2, что оповещает о том, что начался второй раунд. Снова красивый удар в исполнении Кристопа. И как мы видим, Кристоп показывает очень хорошую работу ног. И вот очередной удар Кристопа и соперник на полу. по всей видимости, Кристоп попал Нечипаренко в область печени. Или в область печени, или в солнечное сплетение, чем заставил ощутить неумоверную боль. И рефери, не открывая счет, останавливает поединок. Вы видите, что Нечипаренко до сих пор не может восстановиться. По всей видимости, понадобится помощь врача. И победу в этом бою одерживает боец в синем углу, боец из Латвии Кристоп Зиле. Победитель традиционно благодарит секундантов соперника. своего тренера, твоих болельщиков. А мы благодарим вас, дорогие телезрители, что смотрели вместе с нами этот захватывающий турнир. И напоминаем, что с вами были Сергей Домнин и Мануэл Исаджанян. Спасибо тебе. Шикарнейший бой. Как самочувствие? Просто здорово. У тебя было довольно сильное противник. Ну да. Ты выстоял, выдержал, пробил. И очень счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok